всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас будет очень редкий обзор на затычки а затычки у нас будут от компании RHA модели t10 напоминаю что этой компании есть несколько моделей и некоторые имеют индекс i индекс i означает то что они имеют возможность работы как гарнитура и с возможностью управления на вот такой вот металлической бифуркации здесь же обычные наушники чё у них примечательного полностью металлические комплект просто ушатайка decision in uk ну и сменные фильтры давайте разбираться хороши они плохи они и вообще что это за компания такая для начала давайте посмотрим на комплект и упаковку я обычно все это дело не снимаю но здесь грешно не снять и так вы видите на упаковке сами капельки это стандартная книжка здесь у нас есть информация о том что наушники работают со сменными фильтрами которые дают небольшой по заверениям boost на скажем так 200 герцах и дополнительная дополнительный фильтр который дает плюс 3 децибела на одном килогерце и дальше также информация о том что это динамический хендмейт драйвер не знаю проверено это не проверенная информация не готов судить и о том что здесь очень много металла здесь все стандартно практически то же самое единственное что трехлетняя гарантия и дизайн в соединенном королевстве сам комплект естественно я отсюда наушники вытащил уже пользовался в течение двух недель что бросается в глаза вот такая вот пластина из нержавеющей стали с гравировкой р-h а и очень много сменных амбушюр причем разных вариантов стандартные по размерам купола двойные двузонные скажем так с дополнительной звукоизоляцией и корьки и пенные амбушюры примерно одинаково размера их всего четыре штучки сразу оговорюсь что данные амбушюры мне не совсем подходят потому что я чувствую наличие народного тела очень сильно в своих ушах это не только с этими наушниками я очень требователен к вот этим вот амбушюром затычкам и самый приятный материал амбушюр это вот соньковский там такие вот знаете резиночки похожие вот на мягкий мягкий приятный не скользящий силикон здесь как будто посыпано все мукой это такой вот матовый полимер полупрозрачный с большей жесткостью я их чувствую чуть лучше чем в соньках но в плане того что присутствие наушников в ушах сильнее ощущается но зато здесь лучше звукоизоляция они чуть попозже я вам скажу дальше следующая металлическая пластина ее доставать не буду но поверьте она очень толстая и здесь у нас имеются сменные вот как раз фильтры фильтр выглядит подобным образом надеюсь фокус имеется верхняя часть куда одевается амбушюр нижнее резьбовое крепление вставляется и завинчивается в корпус наушника и вот такой вот о ринг для дополнительной звукоизоляции дополнительно в комплекте имеются такие фильтры для повышения басов и для повышения верхнечастотного диапазона но мне сразу же захотелось поставить улучшение басов и субъективно я сейчас скажу и не претендую на истину вы знаете не басы стали больше и круче а такое ощущение что верхние частоты под убавились но об этом чуть позже дальше открываем нижнюю часть вот здесь вот у нас имелась прищепка которая покажу чуть позже кошелечек из кожзама чехольчик вот такой вот достаточно стандартный и мануал все комплектом закончили переходим к самим ушам давайте поговорим теперь про сами наушники и я всегда все наушники делю на три сегмента штекер бифуркация в данном случае у нас модель без индекса а это значит это просто наушники и собственно говоря сами наушники и так штекер металлический из стали позолоченный трех с половиной миллиметровый ну цены ему нет прямой мощный классный и и самое главное мне очень нравится это решение присутствие вот такой вот гибкой пружины выполняющую роль защиты от перегиба самая первая причина по которой выходит из строя портативные наушники проблема в этом сочленении и то что здесь очень такая прикольная защита это реально классно сам кабель у нас без оплетки серый такой силикон и он достаточно толстый и очень мягкий и похож на макаронин дальше бифуркация тоже сделано из прошу прощения металла никаких органов управление микрофонов здесь нету входит один толстый кабель выходит два чуть потоньше теперь вот об этой штуке такое ощущение что в этом они решили схалтурить в она вам реально очень понадобится что это такое это фиксатор наушников на вашем теле для чего он вам понадобится она вам понадобится потому что длина наушников достаточно большая и то есть я их вставляю в уши засовываю что-либо звукопроизводство такое вот звукопроигрывающие в карман и огромный еще такая петля болтается по всему телу поэтому это вам пригодится но единственное что такое ощущение что это какая-то комплектная китайская штучка кабель даже несмотря на то что он тоньше чем изначально идущий очень туго проходит в эту проушину и когда вы ее туда помещаете он очень сильно пережат ну просто взяли какую-то китайскую прищепку и решили на нее поставить значок р р р а покажу вам на примере одного из наушников как реализована система крепления ну она естественно с заушинами то есть вставляете в ухо она огибает сверху и уходит чуть к сзади сама система защиты от проушина реализована очень тоже интересно то есть внутри идет кабель потом идет спираль металлическая и сверху полупрозрачный полимер все это становится не слишком гнущимся однако принимающим нужную форму капля сама выполнена из обилия металла с гравировкой р р р а очень много металла нержавеющая сталь она прям чувствуется как какая она тяжелая амбушюрина и сам фильтр вы его там можете лицезреть красный такой ободочек здесь синий ободочек и для чего это нужно понять где право где лево ну а теперь поговорим о звуке ну что дорогие друзья поговорим об использовании и что сказать про использование ну для во первых для во первых для начала вот так они смотрятся в ушах отлично никак не выпирают сидят достаточно крепко и выглядят ну кайфово ну сами понимаете полированная нержавеющая сталь ну это классно реально классно единственное что у меня вызывает вопросы эти заушины они вроде как удобны но я все-таки сторонник фиксации заушин более жестко здесь они вы знаете вот как-то вот болтаются и иногда особенно когда кабель за что-то цепляется или вы делаете резкие развороты движения это заушина она как бы стремится выпасть вырваться и вы знаете какие-то активные действия занятия спортом постоянное кручение головой это не про эти наушники они до более спокойных людей теперь вот вот сейчас она опять пытается выскользнуть но не суть теперь про звукоизоляцию звукоизоляция здесь на достаточно хорошем уровне хотя я сейчас могу с вами говорить сразу скажу что они лучше чем в плане звукоизоляция чем мои сойки но нельзя назвать что вот вы находитесь в вакууме к примеру при поездках в метро нет такого не произойдет поэтому скорее всего есть наушники внутриканальные с более лучшей звукоизоляции когда там прям вас вот практически вакуум здесь не совсем так но они определенно на очень достойном уровне насчет этой прищепки и кабеля ну его длина где-то вы знаете метр пятьдесят метр шестьдесят и в комплекте помимо вот этой вот прищепочки маленькой который можно где-то нацепить поверх одежды верхней части больше ничего нет никаких катушечек ничего поэтому если вы хотите носить плеер где-то повыше чем карман на поясе это проблематично карман на поясе проблематично нужна эта прищепка иначе такая дуга болтающаяся образуется так что не совсем доработали комплект поставочки и давайте теперь уже говорить про звучание и начну я с баса и небольшое вступление про вот эти вот фильтры сначала когда вы оденете непрогретые наушники и попытаетесь подключить их к к примеру смартфону вы будете неприятно удивлены тем что ваш мозг разрывается от ударов маленькими-маленькими цыкающими гвоздиками высокие частоты здесь изначально очень на мой взгляд задран особенно тот диапазон частот высоких который отвечает за цыканье за тарелочки и во многих композициях эти цыки изначально не будут давать вам покоя поэтому вкручивайте обязательно на мой взгляд обязательно фильтр для баса и вы знаете он не добавляет субъективно бас и его количество он чуть-чуть заглушает эти цыки но они до конца не пропадают ну так вот это динамические наушники здесь нету арматуры это не гибриды и что здесь реально классно здесь классно напор баса это вибрации это такое низкочастотное гудение это напор и это здесь реально классно не во всех даже гибридах такое качество баса в плане мощи жира и напора но вот его скорость здесь немного запаздывает нельзя сказать что это очень скоростные очень такие идеально отрабатывающие бас наушники нет средние частоты здесь немного странные с одной стороны в некоторых треках мне вокала хватает в некоторых треках вокал немного сзади но практически всегда я заметил голосом не хватает вот этой вот я не знаю чего они достаточно синтетические и слегка похожи на такие пластмассовые плоские скорее всего не хватает нижней середины или верхняя середина настолько выпирает что у нас получается 2d необъемный голос а вот верхние частоты верхние частоты у нас здесь цыки цыки еще раз цыки но опять же все зависит от качества трека главное от вашего плеера наушники реально требовательны усилению и слушать их на дешевых плеерах слушать их на смартфонах ну гиблое дело я подключал к своему samsung us7 и такое ощущение что оставались только верхние частоты а баса такого про такого мощного продирающего не было поэтому если вы хотите слушать эти наушники вам обязательно нужен плеер с хорошим усилителем и общее впечатление от звуковой картины она немного смазано мощные такие достаточно напористые но не совсем быстрые басы цыкающие и вполне себе детальная высокая часть и средние частоты которые тяготеют к женским таким слегка писклявым голосам мужской голос особенно баритон эти наушники отрабатывают не лучшим на мой взгляд образом и и это все при стоимости 12 тысяч рублей выглядит классно технически выполнено класс комплект отличный дизайн великобритания но звук очень требовательный не идеальный и реально на любителя может быть такие найдутся может быть нет но послушайте может быть эти наушники для вас а может быть и не про вас всем спасибо за обзор мне спасибо за обзор а вам спасибо за внимание пока пока и